коллеги добрый вечер мы рады вас приветствовать на нашем стриме и надеемся что сегодня вы узнаете что-то новое для себя о том как как читать статьи где их искать и что какие подводные камни есть в этом сложном деле они есть да и большие давайте пока еще кто-то заходит к нам на огонек немножечко о регламенте мероприятия если у вас появляются вопросы давайте мы все вопросы с вами оставим на заключительную часть чтобы не терялась у нас суть повествования и общий смысл нашего разговора поэтому мы обязательно ждем шквал вопросов но в заключительной части нашей беседы и предлагаю вопросы писать и давайте мы будем письменной форме сегодня задавать вопросы как приятно слышать детки голоса аудио вопроса детей у меня дочка с удовольствием любит смотреть когда я делаю презентации потому что там очень много мультиков она говорит мама у тебя такие интересные презентации ну конечно красиво так ну что ж я думаю что время 19.02 постепенно мы будем еще заманивать участников нам стрим я предлагаю я предлагаю я предлагаю и начинать сразу же давайте да и вот сейчас павел загрузит небольшую визуализацию о нашем сегодняшнем разговоре это выглядит как суфлер в театре так окей есть видно ли мой экран да супер все отлично видно не загораживает картиночка наш экран нет отлично супер ну что поехали о чем мы сегодня хотели поговорить хотели поговорить о том где что и вот вы как раз сейчас на экране и видите и передаю слово павлу который кстати подготовил всю вот эту визуальную красоту да спасибо а и и powerpoint за такие прекрасные слайды поэтому сегодня мы поговорим о том какие есть вообще актуальные с какой проблемой мы сталкиваемся в текущем мире если раньше у нас не было достаточно данных для того чтобы комментировать по поводу каких-либо рода проблем то сейчас их по-прежнему недостаточно но информации сильно больше и одним из на мой взгляд требований к современному специалисту по реабилитации является умение читать и находить нужные исследования и работать в рамках модели evidence based то есть медицина основана на доказательствах и сегодня мы поговорим о том где же искать эти актуальные данные какие бывают источники как выбрать научную статью и поговорим о том какие бывают виды исследований и также пару слов расскажем о том как можно базово критически оценить статью или просто хотя бы понять о чем в ней идет речь или как сделать так чтобы было более структурировано и понятно прочитать что же написано в статье мы начнем с того что Павел сегодня расскажет о том какие существуют базы данных о том где вообще искать информацию мы будем немножко дополнять друг друга и потом мы поговорим о практическом применении то что расскажет Мария и в конце я скажу пару слов о том как читать статьи какие есть параметры на что нужно обращать внимание передаю слово Павлу Павел пару слов о том вообще вот с точки зрения работы где ты ищешь исследования и что для тебя является важными параметрами в поиске всех еще раз приветствую значит мини вступление да просто что такое доказательная медицина когда значит подход в медицине когда ты в выборе методы лечения методы диагностики методы профилактики используешь данные полученные из собственно научных исследователей исследований то есть доказанные данные соответственно чтобы их использовать их нужно где-то посмотреть где-то найти для этого собственно вот несколько баз данных и существуют в любом случае как вот и видно здесь на слайде самым крупным у нас тут является спаммет и можем наверное сказать что для упрощения в общем все крутится вокруг того самого подмена то есть это как мы уже сказали база данных грубо говоря там портал на котором располагается там сотни тысяч миллионы различных исследований из различных областей медицины из различных научных журналов а таких баз данных существует достаточно широкий круг то есть помимо PubMed здесь опять же можно назвать и Cochrane Library и ResearchGate и Medline это вот те которые мы сейчас перечисляем они условно говоря можно назвать их открытыми то есть чтобы туда зайти и что-то вбить в поиски не нужно там обладать какой-то регистрации иметь какую-то платную подписку и прочее также можем сюда отнести наверное базам данных которые более узкие это база данных Pedro то есть она специализируется на физиотерапии о чем мы сегодня по большей части говорим поэтому какие-то вещи более узконаправленные можно искать там как это происходит то есть попав условно на эту базу данных там так же как в любом поисковике вы вводите какой-то свой запрос можно там ставить определенный фильтр поиска и значит вы находите большое количество там по вашему запросу тех самых статей но следующий важный момент что хоть и база данных открытая опять же как мы там говорим допустим по обмена статьи на ней могут быть открытыми и закрытыми то есть один вариант если вы можете прямо оттуда ее скачать и в pdf открыть в полном виде уже переводить читать изучать то можете вы чаще будете сталкиваться с тем что у вас будет открыто только там название статьи название журнала там год авторы ее абстракт и на этом все поэтому поэтому как раз вот и плюс того что вы можете знать несколько баз данных он вам упрощает этот поиск потому как ну вот опять же там банальный пример например на pub меди вы нашли какую-то статью открываете ее а там она закрыта но если вы введете эту же статью например найдете ее там на research gate может оказаться так что там вы ее в полном виде откроете скачаете и она будет вашим ну можете ее использовать наверное собственно для этого это и нужно потому как в принципе общее их общее их количество они все большая часть их будет пересекаться и на одной и на другой и на третьей базе данных также наверное мы ну я упомянул что вот там также здесь есть на слайде там база скопус база они являются в принципе закрытыми ну то есть бесплатно просто зайдя туда ничего там посмотреть ну опять же насколько я знаю и насколько если ничего не поменялось последнего раза когда я пытался сделать не предоставляется возможным значит а ну также еще хотелось бы упомянуть что можно использовать такой инструмент как google scholar то есть также например имея название какой-то базы данных просто как google поисковик только заточенный под образование то есть под вот эту науку там вы можете с разных источников какую-либо статью попытаться найти также например где-то на базе данных она была закрыта а в этом поиске вы можете найти ее нормальную полную открытую версию и изучать значит это грубо говоря вот сейчас мы там проговорили кратко поиск с вот с базы данных то есть заходя как бы с одной стороны и также хочется сказать что с другой стороны заходя вы можете использовать такие источники как например небезызвестный аспитер у них на сайте есть там условно свои исследования есть свои написанные статьи на основании вот этих исследований с этих самых баз данных то есть как бы с другой стороны они уже сами их нашли они уже сами их там проверили по-своему отранжировали изучили там может быть даже что-то сделали там сами и дают предоставляют вам эту информацию там тоже много чего интересного в открытом виде то есть это как просто вот опять же какие-то темы материал основанный на статьях там с победу условно говоря это может быть какой-то гайдглайн это может быть какой-то протокол введение определенной патологии то есть тоже такими инструментами пользоваться важно также например у барса хаб есть много в открытом виде материалов также в виде протоколов и гайдлайнов которые также вы можете найти скачать вот и значит как я распределял условно говоря есть еще еще одно как бы ну грубо говоря там ответвление это также ну база данных только больше которые похожи тоже вот на гайдлайны то есть это как например не безызвестный тоже где вы можете искать не как сами исследования а например какую-то подборку по определенной патологии допустим вы там выбираете эндокринология сахарный диабет и вам там предоставляются уже материалы на основе многочисленных исследований и статьи ну то есть как бы упрощение для вас но а также наверное up-to-date она является платной чтобы ей пользоваться нужно иметь подписку аналог условно говоря аналог можно называть NICE это Министерство здравоохранения в Великобритании ну подобный условно портал там тоже много чего найти там к сожалению по нашей тематике по нашей специфике не так много и на up-to-date наверное и на NICE но по таким патологиям которые часто перекликаются и там у обычных людей и у спортсменов ну грубо говоря там не специфическая боль в спине там эпикенделиты там что-то еще но вы можете найти информацию там и также ну я бы назвал просто то что это на русском языке ни в коем случае не в качестве рекламы но подобную штуку сделали ребята называется Synapse там вот они тоже подбирают у них там есть ну это тоже подписка там ну каких-то не бог есть каких денег стоит в общем просто иметь в виду что круто что это на русском языке кто например там не любит переводить или там не имеет возможности не хочет заморачиваться это сильно упрощает вот наверное вкратце вот так приближались по тому кого я хотел назвать да паш тут как раз хотел задать вопрос по поводу вот смотри когда мы открываем базы данных сразу возникает много вопросов у нас же есть много разных журналов и они по ком-то принципу распределены смотришь ли ты на это то есть что для тебя является ведущими параметрами когда ты оцениваешь качество журнала ну ну можно да можно учитывать ну то есть квартели да это показатель цитируемости журналов если сильно не углубляться просто да там первый-второй квартели и ты можешь понимать что уже этому журналу можно доверять то есть они так же аранжируются ну как условно есть индекс Хирша это так аранжируется по цитируемости конкретные исследователи вот эти самые квартели это показатель цитируемости уровня журнала ну или просто ты ориентируешься там на название условно ну те которые ты чаще всего видишь которые тебе запоминаются там допустим British Journal of Sport Medicine видишь там American Journal of Sport Medicine видишь и уже как бы у тебя сильно там каких-то подозрений нет что ты там прочитаешь какой-нибудь условно да но это не застраховывает нас ошибки именно поэтому нужно учиться читать статьи потому что даже да мы про это дальше и будем говорить конечно это ну это так уже у тебя вероятность меньше но естественно она всегда есть поэтому да если по-простому то чем выше чем выше квартель то есть квартель он определяется чем ближе грубо говоря к 99 тем лучше а импакт-фактор у журнала соответственно чем больше тем лучше правильно помним да супер мне кажется ты такой очень большой обзор дал по поводу баз данных которые нужно посмотреть как раз Педро супер что отметил потому что я забыл его закинуть на слайд Павел упомянул слово физиотерапия когда мы будем говорить слово физиотерапия мы будем иметь ввиду реабилитацию потому что это условно правильный перевод этого слова и соответственно когда мы заходим в эти базы данных мы видим кучу всяких разных фильтров видим кучу всяких непонятных слов что такое систематический обзор мета-анализ и так далее и вот разные типы исследований и теперь наверное пару слов если можно расскажи пожалуйста о том какие бывают вообще виды исследований когда какие можно использовать и дальше мы поговорим наверное на примерах о том что можно сделать ну да то здесь мы вот видим у нас уже подготовлено удобно переведенную на русский красивую пирамиду доказательств то есть внизу вверх от основания к вершине пирамиды доказательность увеличивается усиливается будем так говорить то есть в самом низу самой низкой доказательностью является мнение отдельного эксперта или экспертов ну здесь просто сразу чтобы было понятно кем бы этот эксперт ни был но если просто это его мнение его опыт который там не основывается ну просто основывается только на том что он видел или что он делал то к сожалению опять же как я уже сказал кем бы он ни являлся то такой себе это ориентир ориентир мы не можем игнорировать естественно мнение эксперта каждого его клинический опыт но он должен быть основан на чем-то а именно вот на том что мы будем выше сейчас разбирать и как бы соотноситься то есть использоваться должна вместе а не отдельно иначе тогда будет сложно просто отделить там мнение условно говоря действительно там эксперта основанное на чем-то хорошем от мнения ну в общем от всяких от всяких мифов и переходим выше на следующей ступени у нас конкретный случай ну клинический случай грубо говоря это просто история болезни пример там например ну и так же как мы говорим там патологика у спортсмена допустим какой-либо там приведенной допустим операции там или лечения в одном конкретном случае это ну самые простые статьи самые простые для написания там самые дешевые условно их там самое большое количество хоть они и имеют низкую опять же доказательность доказательную базу но совсем отметать в сторону их не хотелось бы потому как как я уже сказал что их много и они простые поэтому они должны быть также это является начальной ступени то есть потом исходя из там одного конкретного случая можно будет делать серию случаев и потом уже из этой серии случаев сделать какую-то гипотезу которую можно проверить выполнив там рандомизированное контролируемое исследование допустим то есть если мы это будем совсем отметать то соответственно у нас потом скорее всего и количество РКИ будет меньше потому как для них нужны вот эти самые гипотезы так могу сказать что условно когда там я первый раз в конференции выступал также мой доклад был просто банальным клиническим случаем восстановления спортсмена после шлахи его сухожилия действительно с этого можно начинать это достаточно удобно на следующем дальше мы переходим к общей такой назовем это наблюдательными исследованиями или обсервационными правильно же наблюдательными обсервационными то есть суть такая что в этих исследованиях ну исходя из названия просто мы выбираем из популяции какую-то когорту то есть какую-то группу и если это проспективное то мы наблюдаем за ними и фиксируем в течение длительного времени что с ними происходит если это напротивоположное ретроспективное то есть это уже процесс какой-то произошел уже есть определенные данные которые зафиксированы и мы как бы постфактум их изучаем пытаемся проанализировать эти данные и что-то там найти значит принципиальная разница в том что проспективные они дорогие и длятся очень долго ретроспективные это гораздо проще то есть когда уже все произошло банальный пример риск развития остеоартроза у футболистов старше определенного возраста перенесших пластику передней крестообразной связки в возрасте до 20 лет если мы будем делать это профективным методом то есть нам нужно подобрать большое количество спортсменов которые прооперировались в таком-то возрасте потом десятилетиями их наблюдать и смотреть что с ним изменилось а так мы можем просто делать какие-то имеющиеся данные их проанализировать и определенные выводы сделать как раз здесь наверное мы можем ненадолго от пирамиды отвлечься потому как у нас как раз есть один пример проспективного когортного исследования где просто изучается эпидемиология мышечных повреждений у футболистов и также есть один пример ретроспективного сейчас будет на этих примерах как раз более понятно чем они отличаются друг с другом да вот здесь вот наверное я возьму слово и вот как раз мы если мы поговорим о ретроспективном исследовании то здесь отлично на мой взгляд подходит исследование Яна Экстронда который который наблюдал за огромным срезом футболистов в исследование вошли более 61 команды высочайшего международного уровня и на протяжении более чем 8 лет наблюдалось что с ними происходит какие повреждения преобладают мы в данном случае рассматриваем мышечные повреждения каких повреждений мышечных было больше каких повреждений было меньше и на основании этой проанализируем то есть исследователи проанализировали достаточно большой период времени достаточно большой большую когорту игроков и таким образом они сделали определенные выводы чего же мы можем ожидать и вот здесь вот они например одним из основных выводов приводят примеры как например в команде из там 25 человек мы можем ожидать около 15 мышечных повреждений за сезон мы понимаем что это усредненные данные мы понимаем что если у нас в команде не произошло этих 15 мышечных повреждений что мы не переплюнули все международные топ команды да мы понимаем что это достаточно все параметры средний такой но тем не менее это определенные срез определенная информация который мы можем на которую мы можем опираться да это вот примеры как раз ретроспективного исследования проспективное например на примере статьи марте статьи мартина бушейта 23 года когда была выявлена определенная гипотеза о том каким образом влияет спринт то есть бег с максимальной скоростью на наличие или отсутствие повреждений мышц задней поверхности бедра то есть гипотеза была сформирована и на протяжении опять же длительного времени наблюдалось наблюдалось соответствие гипотезы и практическим и практике скажем так да подтвердилось ли на практике то о чем мыслили и действительно да ясно видна закономерность если команда в течение тренировочного времени в любом микро цикле то есть в любом цикле подготовки к игре трехдневным пятидневным или семидневным использовали в день матчдей минус два пробегания прямолинейных отрезков со скоростью выше 95% от максимума да действительно в этих командах не наблюдалось такого явления как повреждение мышц задней поверхности бедра то есть на мой взгляд это вот и является примером проспективного исследования они либо подтвердили свою гипотезу либо совершенно не было никаких подтверждений тут вопрос кстати сразу я бы задал когда мы говорим про мнение экспертов почему мнение экспертов на ваш взгляд является важным но не является всеобъемлющим у меня есть хороший пример один но вот для наших слушателей мне кажется важно понимать почему принимать во внимание клинический опыт важно сказал но важнее смотреть на большую когорту испытуемых и вот наверное какой-то обзор исследований почему это важно ну во-первых есть такое можно как раз здесь проговорить термин как ошибка выжившего условно что если у кого-то получилось там поехать на олимпиаду через три месяца после шва ахилла это там такой обнародованный случай так скажем который хорошо закончился и слава богу у меня был я раньше работал в национальном сборной России по регби и там была подобная ситуация когда игрок также после трех месяцев поехал играть кубок мира это был первый кубок мира для российской федерации как участника поэтому также мотивация была там огромная и тоже все закончилось хорошо но вот это не значит что если вот один-два раза там это закончилось хорошо то последующие двадцати-тридцати там пятидесяти ста и более будет заканчиваться также положительно собственно вот с помощью этих исследований мы будем отделять что такое просто удачно сложившиеся обстоятельства от действительно того что можно делать там что можно допускать и как себя вести ну и просто мнение экспертов ну часто к сожалению похоже ну на какие-то там театр абсурд условно там сталкиваешься с мнением эксперта что не нужно пить на тренировках воду вообще на футбольных тренировках ты спрашиваешь почему ну потому что вот там мое мнение что они же на матче не пьют воду если нет каких-то специальных остановок они должны быть к этому готовы поэтому чтобы они были адаптированы они должны всю неделю не пить воду на тренировках ну вот это же тоже мнение эксперта оно тоже может быть в каком случае закончится успехом у какой-то одной команды но не значит что так нужно делать всем и это правильно есть супер отличный пример круто что как раз мы затронули тему ошибки выжившего есть просто хрестоматийный пример о том почему это важно за этим важно следить есть такой иммунолог или был Жак Бенвинис его зовут это французский иммунолог который сделал огромную очень важную работу по по моему чему-то связанному с активацией тромбоцитов то есть это было там середине двадцатого века если не ошибаюсь но в конце жизни когда он там опубликовал все свои самые важные работы последние пятнадцать лет его карьеры они были связаны с доказательством каких-то абсурдных теорий в стиле памяти воды и поскольку он там пользовался своим каким-то международным авторитетом то первое время это как бы ну не подвергалась критике пока кто-то не задумался а что если мне повторить его эксперимент и одна из проблем в данном случае является как раз таки повторяемостью эксперимента почему наука важна потому что она отделяет все субъективное что есть и остается только объективным вне зависимости от того как ты думаешь именно поэтому мне кажется важно учитывать вот этот параметр почему извините что я обратил на это внимание мне кажется важная деталь о которой не нужно забывать но с другой стороны на самом деле я просто хотела тоже сказать что к счастью мы все знаем что допустим тренеры мы все многие из нас работают в командах и тренер является экспертом и к счастью мнение именно конкретного этого эксперта с точки зрения реабилитации профилактики я считаю что тоже можно не всегда учитывать потому что когда главный тренер экспертно заявляет что у него было а это я все знаю мышечное повреждение о так это 21 день откуда взялось число 21 в реабилитации мышечных повреждений я не знаю но тем не менее оно существует или а так это ух даже можете вообще ничего не смотреть это мениск задний рог у меня такое было и показывает значит шрам который проходит от середины бедра до середины голени потому что его так прооперировали где-то там не буду называть страну лет 20 назад он то об этом все знает вот поэтому но с другой стороны эксперт эксперт на мой взгляд рознь мы понимаем что это наименьшая степень доказательности но тем не менее если вы видите перед собой человека который на протяжении всей своей жизни занимается одной проблематикой которая в данном случае вас интересует то на мой взгляд можно уделить глобальное внимание его мнению как считаете можно уделить и проверить поэтому уделить и но потом перепроверить на всякий случай да безусловно а также просто вот наличие каких-то исследований которых ты знаешь и которые у тебя под рукой также в коммуникации может помочь потому что если просто вот он тебе говорит я с этим сталкивался задние 21 день а ты ему говоришь что существуют разные степени и от них может зависеть время восстановления и на что ты будешь ориентироваться но у вас как бы грубо говоря ну один-один то есть его мнение эксперта и твое мнение эксперта понятно что там к сожалению там не сильно будет учитываться что ты закончил получил медицинское образование он нет но если ты ему как раз преподнесет какой-то пример хотя бы там какого-то исследования сумеешь это в коммуникации с ним как-то это впихнуть то уже как бы у тебя будет не один против его одного а уже чуть больше и возможно ты его склонишь как бы быстрее на свою сторону и проще поэтому можно это использовать даже так да то есть мы сейчас подытожили наверное такой большой момент когда мы говорили об обсервационных исследованиях и нужно наверное пару слов сказать про какие-то контролируемые испытания РКИ и систематические обзоры вот Павел пару слов ну да то есть следующий у нас получается пласт интервенционных исследований то есть в рамках которых проводится определенный эксперимент и как раз большим видом является контролируемое исследование здесь такой мини-эпиграф что такое двойное слепое исследование это когда хирург с урологом оценивают ЭКГ а что такое рандомизированное это когда это когда им не сказали что это ЭКГ тогда оно будет еще и рандомизировано плохо так вот но суть значит что да 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 и чуть чуть отвлеклись посмеялись суть значит для контролируемого проявления контролируемого испытания нам необходимо иметь две группы соответственно исходя из названия группы контроля которые будут получать ну какое-то метод лечения который уже условно говоря принят за базу и вторая группа будет экспериментальная которой вы будете предлагать там метод лечения тот который собственно вы и хотите проверить и вот потом результаты должны быть соотнесены с теми переменными на которые вы влияли своими методами лечения и будет понятно эффективно это или нет какими критериями значит эти контролируемые исследования могут и должны обладать уже как мы сказали чтобы была у нас аббревиатура РКИ это должно быть рандомизированное это будет значит что участники будут подбираться в эти группы абсолютно случайным образом то есть это сразу ну это важно для уменьшения и попытки исключения предвзятости и также чтобы ну так скажем валидность внутренне этого исследования была хорошая наши группы вот эти должны быть условно говоря равны поэтому для этого и нужно вот этот случайный подбор в эти группы значит это рандомизация и уже то что опять же я немного сказал ослепление это значит что как минимум если это ослепленные рандомизированные исследования у нас не должны знать сами участники какую группу они относятся то есть либо они получают либо они вообще получают например может быть плацебо-контролируемое исследование когда они будут думать что они получают на самом деле они будут получать пустышку или же нет они получают действительно какой-то там препарат условный элемент значит это они не должны знать если это двойное ослепленное то также не должны знать те кто проводит сами исследователи и тройное ослепленное это если те кто уже затем будут проводить анализ данных и обсчитывать там результаты делать какие-то выводы пока они их обсчитывали они тоже не должны знать кого они обсчитывали ну соответственно здесь тоже мы говорим про предвзятость пытаемся ее исключить тут если можно ремарку насколько вообще ты часто встречаешь двойные слепые исследования в реабилитации в реабилитации мало потому как сложно пациент же понимает делать он упражнение или сложно сделать это плацебо контролируемым то есть надо заставлять его делать неправильные упражнения условно говоря или какую-то неправильную мануальную терапию еще что то это сложно нашей специальности отслепить да да поэтому у нас в основном просто рандомизированные контролируемые исследования но это просто издержки как бы издержки профессии издержки в нашей области, что это сложно замаскировать и сложно сделать вид, что это что-то другое. Да, но чем больше вы видите условно вот этого ослежения, например, статисты, если ослепляются, это происходит почти всегда. То есть происходит процесс кодировки и обратной кодировки, когда мы смотрим, грубо говоря, какие данные ты обсчитываешь. И чтобы не подгонять желаемое под действительное, как ты сказал, статисты ослепляются. Супер, мне кажется, это очень подробное объяснение того, как это работает. Мария, приведешь примеры какие-то РКИ или КИ? Да, ну смотрите, на мой взгляд, это как раз те самые исследования, о которых мы с вами вначале говорили. Те исследования, которые выявляют, что более эффективно, например, для профилактики травм задания поверхности бедра, выполнение эксцентрических упражнений нордиков или бег с максимальной скоростью. Это тоже сейчас очень популярно обсуждать. И вот, например, одна из статей 20-го года и 23-м году, очень много таких статей, говорит нам о том, что да, все-таки спринт, он является более эффективным с этой точки зрения. Не в зависимости от того, применяли ли вы из-за инерционное оборудование, либо вы делали эксцентрические упражнения с собственной массой тела, как нордик камстринг. И если мы будем сравнивать со спринтерской работой, хотя бы там на 60 метров, то это будет более максимально. Использование такого метода профилактики повреждений, на мой взгляд, это самое простое, что-то приходит на ум. Супер. И, наверное, тут стоит пару слов сказать о том, что у нас есть такая вершина пирамидки. И еще почему важно, почему вообще доказательная медицина, доказательная медицина. Потому что учитывается опыт не одного эксперта, потому что вся медицина, на самом-то деле, это мнение экспертов. Но вопрос в том, как ты это объединишь. И если мы говорим про более высокие уровни вот этой пирамидки, это про то, когда этих экспертов много. И учитывается опыт там. Миллионов человек как бы накопленный, кумулятивный опыт. И тут у нас как раз-таки вступает в работу такое слово, как систематический обзор. Я думаю, многие слышали слово систематический обзор и метаанализ. Вот что это такое? Ну да, здесь то есть самое, к верхушке, до верхушки мы добрались. То есть просто много-много исследований на одну тему отобранных и проанализированных. Это и будет являться систематическим обзором. Не обязательно туда должны входить только и РКИ, допустим. То есть это могут все в перемешку входить, и РКИ, и когортные. Но суть в том, что они тщательно отобрались. Самое главное, чтобы были строгие критерии их отбора. И изучены их результаты. И то есть здесь как раз метаанализ – это количественный анализ полученных данных. То есть он может быть либо отдельно, либо это может быть часть систематического обзора, то есть просто метод, которым был проведен анализ полученных данных. И еще выше, соответственно, у нас может быть только метаобзор. Это просто, когда уже несколько систематических обзоров на одну и ту же тему еще раз проанализированы, пересчитаны, пересмотрены, и получился метаобзор. То есть это самое верхушке, опять же, так как Павел верно сказал, здесь просто суть в количестве. Чем больше количество, тем меньше вероятность случайного исхода или того, что эффективность чего-либо была описана неправильно. Так как если столько раз повторяться, скорее всего, это действительно доказано. Опять же, как я уже сказал, важным здесь является непосредственно как это было проведено, то есть четкая формулировка вопроса, четкий выбор базы данных и потом отбор исследований из этой базы данных на тот вопрос, на который исследователи в систематическом обзоре или в метаобзоре хотят задать. Супер. Я бы тут тогда еще задал вопрос по поводу такого небольшого резюме. Все знают, что метаанализ и систематический обзор и РГИ это круто, но есть небольшой момент, с которым мы должны считываться. То, что когда мы ищем исследования, мы должны искать исследования, которые отвечают на определенный вопрос. И, например, систематический обзор, а, ну, плохой пример. Систематический обзор это, наверное, все-таки лучший вариант для ответа почти на любой вопрос, но, например, когортные исследования или контролируемые испытания, они могут использоваться для разных целей. И, например, для одного вопроса лучше использовать когортные исследования, а для другого лучше использовать КИ. Вот, Мария, какие-то примеры есть того, когда лучше, например, использовать когортные исследования? Это вообще очень интересный вопрос, и, на мой взгляд, это достаточно индивидуализированный, индивидуальный вопрос. Вот, может быть, вы мне поможете с приведением примера? Нет, здесь условно просто, что когортные чаще используются, да, вот, как можно сказать, это эпидемиология, это там факторы риска и прогноз, может быть, да, сроки условно, вероятность рецидива, здесь мы будем, да, использовать когортные. Или, допустим, мы выберем ретроспективное, когда нам нужно сделать статью вероятности отхладнение после определенной операции какой-то. Да, супер. Я бы сказал так, что на самом деле чаще, когда мы хотим посмотреть прогноз какого-то заболевания, это могут быть когортные исследования, когда мы набираем когорту. Есть еще вариант случай-контроль, когда у нас есть люди, которые подвергались какой-то, ну, чему-то, например, радиации и риск, там, рождения, не знаю, детей с пороками развития. Ну, это такой самый хрестоматийный пример, поэтому об этом подумал. С остеоартрозом пример, который был, он очень хороший. Например, как сказал Павел, у нас может быть проспективное или ретроспективное исследование когортное, и, например, оно нам будет отвечать на вопрос, какие же могут быть прогнозы у тех, кто сделал пластику ПКС в молодом возрасте, потом поиграл в футбол на профессиональном уровне, и что будет с их коленом и с их риском остеоартроза. В то время, как, например, контролируемые испытания нам могут показать сравнение между двумя методами. Что лучше, капустный лист для плантарного фасыта или тандинтопатия хиллого сухожилия, или программа прогрессивной силовой работы, например, так. Это, пожалуй, примеры, которые можно использовать для этого. Мне кажется, что это все, что мы хотели рассказать про пирамиду доказательств. Что-то добавить. Думаю, вполне достаточно. Я бы тогда вставил пять копеек, что мы сейчас поговорили про количественные исследования. Есть еще качественные исследования, это целый мир, сегодня мы их затрагивать не будем, но просто нужно иметь в виду, что исследования могут быть разными, как количественными, так и качественными. Окей, тогда моя часть, да, получается, про то, как считать? Получается, да. Отлично. Хорошо. Коллеги, вот смотрите, мы сейчас поговорили о том, как искать и где искать, и нужно теперь пару слов понять о том, на что мы вообще смотрим, когда открываем статью. И первое, что мы обращаем внимание, это структура статьи. Как правило, если структура статьи не выглядит вот так, ну, очень грубо, там нет вот этих основных разделов, то можно переходить сразу к следующей статье, потому что это может говорить о том, что не все параметры были отражены. У каждой статьи есть введение, в которой, да, кстати, важно сказать, что введение и абстракт одинаково переводятся на русский язык, но введение может быть как бы расширенным, и как Павел вот сказал в самом начале, что абстракт, вы видите, краткое содержание статьи. То есть здесь я говорю про введение как введение в статью, а не про краткое содержание. Введение, как правило, рассказывается актуальность того, о чем будет идти речь, то есть, например, о методе, почему важно исследовать его, о травме, почему важно исследовать ее эпидемиологию, о мнении экспертов, почему их важно опрашивать, или о какой-то там перцепции участников, что они чувствуют по поводу возвращения в спорт, психологические какие-то характеристики. Дальше самым важным параметром являются цели и методы. Цели, что мы хотим достигнуть, что мы хотим узнать с помощью этого исследования, какую цель мы ставим перед собой. И, конечно же, методы, то есть, как мы будем этого достигать, какие методы мы будем использовать, какие эксперименты мы будем проводить и какие методы статистической обработки мы будем использовать. Дальше предоставляется статья графа «Результаты», где ученые отчитываются о результатах эксперимента. И последний по счету на непозначимость идет раздел «Дискуссия» или «Обсуждение». И, на мой взгляд, это очень важный раздел статьи, потому что в разделе обсуждения можно, если он написан добросовестно, можно понять, почему данное исследование требует внимания, почему, ой, извините, почему, какие сложности были на пути и в момент проведения эксперимента, что можно было сделать лучше, как это соотнеслось с результатами других исследований и какие есть вообще интересные нюансы, которые ученые обнаружили в момент обработки данного эксперимента. Что-то есть добавить про структуру статьи, коллеги? Все так. Все так. Да, все понятно, просто, да, опять же, благодаря вот этому сейчас объяснению стало понятно, почему не нужно читать просто абстракт и считать, что ты уже крутой и изучил кучу статьи, да, а не как на самом деле прочитал кучу кратких содержаний, поэтому, да, каждый из этих важный в общем каждый этап. Да, но мне кажется, что вот это очень важное замечание, потому что это все равно, что говорить, что я знаток литературы, по крайней мере, школьной программы, прочитав лишь только краткое содержание того или иного произведения, особенно мне нравится «Война и мир», «Мертвые души», вот эти все, гранды. Вот на мой взгляд про чтение абстракта только лишь к статье вот так же можно такую же параллель провести. Да, у Павла была смешная шутка, я не знаю, насколько будет моя смешная, но я готов каминг-аут на эту тему сделать, что как только я начал работать, так вышло, что ко мне на прием пришла, я на последнем курсе был, где Бомб свой писал, и ко мне пришла на прием одна очень классная паразитолог, она прям академик и все такое, и что-то я помню, я какую-то мобилизацию делала, там слово за слово про науку мы с ней заговорили, я говорю, вот, а знаете, там я типа по мне читаю, она такая, о, ну типа интересно, а как ты вот обходишь то, что там платная статья такой, да, полный текст, а где это? То есть я до этого тоже читал одни абстракты, поэтому если кто-то не проходил через эту историю или не массировал ногу, которая у человека не болит, то значит, значит вы потеряли свою молодость в профессии, вот, поэтому полнотекстовые статьи читать важно, потому что сейчас мы поймем почему. Окей, вот так вот выглядит абстракт обычный, то есть абстракт как краткое содержание, в нем коротко вы можете понять, хочу или не хочу читать статью, такая реклама, то есть зацепила или не зацепила, и интересным моментом является то, что рекомендуется читать, все читают обычно так, читаю результат, читаю цели и читаю результаты или заключения, но правильно читать, ну не то, что правильно, рекомендуется делать следующим образом, нужно посмотреть на цели, потом посмотреть на методы и потом посмотреть на уже оставшиеся секции, и сейчас мы постараемся понять, почему сделать это лучше именно в такой последовательности. Глобально, когда мы говорим про введение, то есть первую часть статьи, то есть, не знаю, здесь скрин не привел, когда мы видим именно введение, introduction, там авторы говорят о том, почему это важно. И глобально, и завтра мы можем понять, что хотели узнать авторы и как они планировали это сделать. Но дальше важно погрузиться в детали, потому что без этих деталей мы не сможем составить хорошее представление о том, как это работает. Да, Мария упоминала исследование о влиянии спринта на риск травмы задней поверхности бедра. Я взял немножко другое исследование, но группы там сравнивались похожие. Таких исследований много. И, кстати, вот один очень важный момент. Мне нравится, как мой коллега один говорит, только ситхи возводят все в абсолют. Когда мы говорим про науку, слово всегда нужно убрать из своего лексикона и нужно говорить там про вероятность какую-то и говорить с большей или меньшей вероятностью. В данном случае я приведу в пример статью, в которой сравнивался... Сейчас расскажу, что сравнивалось. Да. Сами это такой, да? Да, коллеги, если можно, микрофон. Окей. Цели исследования. Это то, что вы видите первым делом, когда начинаете открывать статью. Первая цель. Сравнивался эффект выполнения программ спринтов и программ аналогических наклонов в дополнение к регулярным футбольным тренировкам и их эффект на скорость спринта, биомеханические параметры спринта и морфологические характеристики длинной головки бицепса. Сразу возникает следующий вопрос. Цели неплохие. Но дальше самая большая сложность заключается в том, чтобы не измерять, например, скорость полета снаряда килограммами или чтобы не измерять бег в ньютонах. Поэтому наша задача дальше прочитать методы и определиться с довольно простым акронимом, которым я сейчас поделюсь. Это называется PICO. Я думаю, многие с этим акронимом знакомы. Или PICO, или для качественных исследований он тоже другой есть, но сейчас об этом не будем. Первая буква P – это people или вовлеченный контингент. Кто принимал участие в нашем исследовании? То есть кто это был? Например, если вы читаете исследование про бабушек, в котором говорят, что ранняя мобилизация плеча после шва вращательной манжеты может привести к разрыву шва. И пытаетесь это перенести на контингент бросающих котлетов до 25 лет, ну, наверное, у вас не получится это сделать или ваш перенос, он будет не суперспецифичным. Дальше – это intervention, то есть вмешательство, что делали, какой эксперимент проводили. Comparison, то есть какие группы сравнивались, outcome, итоги, то есть как оценивалось то, о чем мы сейчас поговорили. И последнее – это временные характеристики. Сколько времени проходило то, все, пятое, десятое. На примере этой статьи, о которой мы только что говорили, решили узнать, как влияет спринт и спринт, нордики и в дополнение к футбольным тренировкам на скорость спринта и на характеристики морфологические длинной головки бицепса. Как это можно сделать? Существует, наверное, миллион разных вариантов, как это узнать. И поэтому мы должны понимать, какой дизайн исследования выбрали наши коллеги для того, чтобы с этим определиться. Итак, первый параметр, с которым мы определяемся – это участники. Как правило, его вы можете найти в разделе «Методы», и он будет называться «Participants», и дальше у вас будет два параметра. Первый параметр – это inclusion criteria, то есть критерии включения. И второй – это exclusion criteria, то есть это критерии исключения. Здесь выбрали футболистов старше 18 лет, которые играют на элитном уровне, минимум три последних года. Происходило это в Северной Португалии, и они своевременно начинали предсезон. Это критерий включения в исследование, то есть кто принимал участие. При этом, если мы представим себе, что они набрали 50 человек, и среди них оказались те, кто были вовлечены в другие программы силового тренинга, у которых были травмы нижнего квадранта, то есть хамстрингов, неважно, чего угодно. Это могло повлиять на результаты эксперимента, поэтому важно исключить таких людей из эксперимента. И поэтому следующий раздел, на который мы смотрим – это критерии исключения. Не вовлечены в другие программы силового тренинга, нет травм нижнего квадранта, подтвержденных МРТ, и нет кардиореспираторных и системных заболеваний. Почему? Потому что это то, что будет влиять на исходы данного эксперимента. Второе. Пожалуй, самая сложная часть. Это какое вмешательство проводилось, и как были распределены наши участники. У нас получилось 32 человека. Первая группа выполняла нордики в дополнение к основной программе футбольных тренировок. Вторая группа выполняла спринты. Третья группа была контрольной. То есть она не делала ничего из спринтов или энергетических наклонов. Может быть, они что-то еще делали. Вроде бы там написано было что-то про ровную тренировку. Но насколько я так беговым взглядом пробежал, по-моему, ничего особенного. Все-таки они были как контрольная группа выбраны. И поэтому мы должны понимать, ага, окей, то есть мы сравниваем нордики, спринты в дополнение к футболу, спринты в дополнение к футболу или просто футбол. То есть два эксперимента и контроль, чтобы узнать, что лучше. Дальше вопрос. А как мы определим, что лучше? Чтобы определиться, что лучше, мы должны понять, по какому параметру мы это все сравниваем. То есть что мы будем измерять? Силу хамстрингов в изокинетическом тренажере, прыжок на одной ноге, бег на 10 тысяч километров, восхождение на Эверест. Наши, наверное, измерения должны быть релевантными к этому. И поэтому следующая графа – это outcome, то есть измерение. Они сравнивали биомеханические показатели, которые включали в себя скорость нарастания силы различные и другие характеристики. Я сейчас не буду их перечислять, потому что цель данной презентации – просто обзорно немножко показать, как это работает. И они измеряли скорость спринта на отметке 5,20 метров. Это был их способ проверки той гипотезы, насколько тренировка спринтов или тренировка нордиков будет влиять на скорость спринта. То есть мы уже видим, что спринт, например, на 50 метров, на 100 метров и на 200 метров – это три разные дистанции. И поэтому очень важно читать методы, чтобы понимать, что именно они хотели оценить. Они оценивали скорость спринта на отметке 5,20 метров при отрезке 50 метров. Это были их измерения. И вторые измерения они производили с помощью УЗИ, где оценивали толщину мышцы, угол перистости мышцы и длину фасыкул. Фибрил. Да, фасыкул. Фибрил получается. Ну, идея понятна. То есть здесь они смотрели до, смотрели после. При этом хороших исследований должна быть описана вообще все. Исследование – это максимально формальная штука. Вот если вы представляете себе какую-то суровую бюрократию, вот это вот оно. Потому что каждый параметр задокументированный, он имеет значение, потому что это будет влиять на ваш перенос, на вашу практику. Чтобы вы могли сопоставить себе, насколько это подходит мне. Ну и последний параметр – это сколько времени выполнялось исследование. В данном случае оно выполнялось 6 недель. И, собственно говоря, посмотрели на результаты. Что же там получилось лучше, что же там получилось хуже, кто был лучше и кто был хуже. То есть это важный момент. Это то, как мы смотрим на методы. Я не подготовил слайдов для статистической обработки, потому что это слишком сложная, слишком большая тема. Но в целом важно понимать, что есть такое понятие, как читинг в статистике. То есть можно выдать разные цифры в зависимости от того, что ты хочешь получить. Именно поэтому, если вы хотите читать прям статьи на очень крутом уровне, нужно еще разбираться в статистике. И это требует прям такого – сильной инвестиции во времени. Пожалуй, это ключевые параметры. И если систематизировать то, что я только что сказал, читайте полноценную, полнотекстовую статью. Помните, что у вас есть, что нужно прочитать все разделы. И не забивайте на раздел обсуждения. Потому что раздел обсуждения часто позволяет показать, насколько это вообще соотносится с другими результатами или нет. Вот, как-то так. Супер. По-моему, очень, очень тотальный хороший разбор. Что и где мы должны учесть. Ну, я надеюсь, что не осталось ни одного слушателя, кто бы сказал, да ерунда это все. Краткое описание прочитал, там все понятно. Пусть выйдут туда прямо сейчас, если мне остались. Да, но мне понравилось, Павел, что ты затронул вопрос бабушки. И вообще, кто участники? Кто участники соревнований, хочется спросить. Очень важно понимать, кто были те испытуемые, которые нам приводятся в пример. Потому что, например, очень много исследований. Я сразу сейчас вспомнила первое. Например, о пользе эксцентрических сокращений мышечных. И, например, было две группы. Одна контрольная, а вторая группа выполняла... В общем, в итоге она дошла до какого-то безумного количества выполнений нордиков. Там из разряда 10 по 10 они в течение недели делали. То есть, на мой взгляд, ни один спортсмен никогда в жизни не делает 10 раз по 10 нордиков даже на протяжении недели. То есть, это надо понимать, что это было какое-то студенческое сообщество спортсменов, скорее всего. Университетская олимпиада, американских колледжей. То есть, это надо тоже принимать во внимание. Или, например, я вспомнила, знаете, по поводу экологической валидности. Когда приводится в пример статьи по поводу статической растяжки. Полезно, вредно, можем применять, не можем применять. И вот одна из статей, в которой категорически, значит, в конклюжен написано, что нельзя ни в коем случае использовать статическую растяжку. А дальше ты читаешь, какие методы, в общем, как они пришли к этому выводу. На протяжении 30 минут серийно происходило статическое удержание одной мышечной группы, а именно сгибателей стопы. У меня вопрос. Хоть один спортсмен в здравом уме применял статическую растяжку в столь длительный период времени и одной мышечной группы. То есть, как бы это неприменимо на практике. Поэтому это классно. Да, тут, кстати, затронул очень важный момент. Никто не знает. Тут я специально открыл этот слайд. Первое, про студентов. Да, очень большая часть исследований проводится на студентах. Вопрос в зал, почему? Пока вы думаете, почему, мы скажем пару слов про мнение экспертов, защиту мнения экспертов. Как раз-таки из-за того, что в спорте высших достижений не всегда получается проводить высококачественные исследования, большая часть из которых являются ретроспективными по разным причинам, мы потерял мысль. Ну ладно, не суть. Смысл в том, что... Можно привести на профессиональных спортсменов, организовать это. Да, и поэтому в данном случае, как бы, кумулятивный опыт экспертов, например, формат поперечных исследований по типу cross-sectional survey, опросов, он имеет, на мой взгляд, высокую ценность, потому что он может объединить, скажем так, результаты узкого количества, точнее, специалистов узкой области по определенным вопросам. И второй момент, есть области, в которых реально штучные люди, и там, к сожалению, ничего не сделать. Поэтому мнение экспертов тоже нужно уважать. Ну, конечно, тот же самый футбол высших достижений, да, там, как ты, ну, кому ты обоснуешь, что ты на профессиональной команде, которые, там, игроки, которые получают кучу денег, а ты будешь, там, какие-то эксперименты проводить, там, кому-то что-то делать, кому-то что-то не делать. А если еще кого-то из них обманывать, что ты как будто им что-то делал, на самом деле нет, и они еще потом должны травмироваться. Ну, в общем, это даже звучит, как чувство какая-то. Тут, кстати, про студентов нам ответили, я бы сказал, что их проще всего выдержать на исследование, да, все верно, а еще им можно сдать флайер на 200 рублей в шаверму, и это то, за что лично я бы пошел на исследование. Поэтому... Или автоматический зачет поставить. Да, как это обычно и происходит. Да, ну, я абсолютно согласна, ни одна профессиональная команда не пойдет ни на какие исследования, и даже могу сказать больше, что в команде «Зенит» мы пытались проводить исследования, связанные с проблемой профилактики, какие методы дадут максимальный эффект желаемый, но, к сожалению, даже на детско-юношеской академии не удалось провести эксперимент, потому что зачастую очень много субъективных разных вещей ввинчивается в процесс... Это называется барьеры для проведения, если по моду. Это все, да, но на практике мы зачастую сталкиваемся с недопониманием, зачем это все нужно проводить. Это сложно само проведение, когда они понимают миссии испытуемые. Да, именно так и есть, к сожалению. Поэтому, да, у нас здесь получается, что в нашей области вот той самой внешней валидностью проблемы, что ты там, получив какие-то даже хорошие данные с высокой внутренней валидностью для спортсменов не самых высших достижений, а полупрофессионалов, потом применить это на чуть другую популяцию вроде бы тоже спортсменов, но уже профессиональных, и сразу чуть-чуть уже ситуация другая. Поэтому, ну как бы, что делать? Вот это, кстати, хороший был пример по поводу... Даже пусть это будут профессиональные, условно... Не условно, профессиональные спортсмены, а профессиональные футболисты, но одни чуть ниже уровнем профессионализма, а другие чуть выше. И уже здесь, например, я на практике могу сказать, что программ профилактики имеют успех у тех команд, которые стоят в нижней части турнирной таблицы. Особенно, если ты приходишь в команду, где до тебя не проводились никакие меры профилактики, никакие средства не использовались, там даже, не знаю, динамический стрейчинг в виде активации будет давать очень хороший результат с точки зрения профилактики травм, и вы потом статистически это увидите, если вы будете проверять эффективность своей программы профилактики. А как раз-таки в командах, которые стоят чуть повыше, там действительно сложно что-то изменить. Поэтому, если вы увидите статью, в которой принимали участие спортсмены-любители, не факт, что это будет работать на высоком уровне. Есть прикольное исследование, что мне очень нравится, про ввление плечевого платочного ритма, как риск травмы плечевого сустава. Является ли это фактором риска у бросающих атлетов? Как бы логично подумать, что да, но цифры показывают, что у элитных бейсболистов является, это единственная когорта, причем сравнивали с гандболом, с элитным гандболом, с чем-то еще, не помню, чем-то бросковым, но вот только элитный бейсбол, только MLB, там Североамериканская лига, она показала, что у нас да, а у всех остальных нет. Вот поэтому моменты переноса, их тоже нужно учитывать. Да, и в дополнение сейчас все больше появляется статей на тему недостаточной эффективности вообще любого вида профилактики общекомандной на любом уровне. Кстати, тут интересно, пользуясь случаем, я бы спросил, мне интересно, поскольку вы оба работаете в футболе, я работаю с футболистами, но как бы не в командном сеттинге, как насчет, допустим, внедрения той же FIFA 11+. Все говорят про FIFA 11+, но, насколько я понимаю, чем выше уровень, тем ниже ее ценность, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Могу сказать, что, во-первых, смотрите, очень интересные тенденции по поводу 11+. Как любая программа профилактики, она должна видоизменяться для того, чтобы не наступала привычная адаптация к упражнениям. Конечно же, там есть несколько ступеней сложности. Вот мы все ступени сложности прошли. Эта программа получила очень большую популярность, так сказать, в странах третьего мира. Эффективность сумасшедшая показывается, но я могу сказать, что там, где на постоянной основе проводили эту программу с точки зрения профилактики повреждений коленного сустава, поначалу первые несколько месяцев, по-моему, там 7-8 месяцев, очень хорошие результаты, а потом уровень травматизма возвращается на прежний, потому что программа не видоизменяется. Мы не можем на протяжении 3-4 лет применять эту программу, и она не будет давать этот результат, которого мы ожидаем. Конечно, она не будет эффективна, во-вторых, просто когда она не видоизменяется, никто, ну, кто ее будет делать столько одинаково и постоянно. То есть здесь просто скорее вопрос адаптации, ну, условно, тренера по физической подготовке, что он именно там добавляет в разминку и как бы этими же, условно говоря, главное, на что ориентироваться и какие там упражнения вводить. Понял. Поэтому, естественно, да, здесь, опять же, это подтверждает вот этот трезис Морис, который абсолютно согласен про команду там, условно, более низкого ранга там, когда ты им даже, даже там банальный вот этот FIFA 1+, или еще что-то там преподнесешь, да, они с открытым ртом будут делать это очень обязательно, очень правильно, и следить за выполнением, и профессионально к этому относиться. А уже там через полгода, год, скорее всего, эти же люди могут совсем относиться к этому по-другому. Ну да, и получается, кстати, это вот в дополнение разговора нашего про анализ исследований, это, по сути, та же и есть манипуляция с цифрами. Ну, не то, что манипуляция с цифрами, это скорее влияние третьепеременной, потому что мы можем не учитывать других факторов и того, что, например, раньше совсем не было никакой программы профилактики. Ну да, здесь манипуляция, получается, вот, как говорится, есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика какая-то. Да, да, да. И что так используется. Мне кажется, мы можем поотвечать на вопросы, если какие-то есть, да? Да, я знаю, что Сергей Алексеев хочет к нам подключиться для того, чтобы задать вопрос. Коллеги, да, хотелось бы услышать ваше личное мнение на те исследования, иногда очень авторитетных специалистов и авторов многочисленных исследований, которые, скажем так, разрабатывают, возможно, какие-то новые методы для конкретного вида спорта. Сейчас приведу пример. Вот, смотри, были в Испании на одной из конференций, где очень авторитетный, скажем так, специалист, который регулярно публикуется и работает в серьезных топ-клубах, скажем так, рассказывал про хит-тренинг, то есть адаптацию к жарким, скажем так, условиям тренировки. Я понимаю, что в некоторых видах спорта это очень неплохо изучено, но в футболе такое редко применяется. И когда ты видишь, например, футболиста, который крутит велотренажер, например, в сауне, иногда очень это, скажем так, сложно себе представить в реальной жизни, в реальной практике, вот как вы относитесь к таким, скажем так, внутренним иногда исследованиям в клубе, которые тоже могут проходить? И, скажем так, вообще, ваше мнение, когда вы получаете какую-то новую информацию, которую, может быть, никогда не слышали до этого. Спасибо. Коллеги, вам слово. Я в совершении. Я бы сказал, что, может быть, это моя личная специфика, или меня там и моих коллег, с которыми мы вместе работаем, но мы, наверное, скорее в первую очередь относимся по большей части критично все-таки, прям что-то, что диаметрально новое. Но, опять же, так как то, о чем мы сегодня говорили, этими общими инструментами мы пользуемся, ты, естественно, лезешь на тот же подмет, что ты не делаешь какую-то литературу. К сожалению, чаще всего получается, что вряд ли ты там что-то такое находишь. И, наверное, там вот эту штуку с, типа, тренировкой, адаптацией, там, каким-то условием среды крайне тяжелым, я бы больше это отнес вот туда, вот, типа, мнение экспертов, вот, про, что нельзя пить, и ты потом к этому привыкнешь, и тебе на матче вообще не захочется пить, и ты будешь прекрасно тренироваться. Как будто вот что-то из этой же оперы. Потому как каких-то, да, там, исследований я не встречал. Там есть много исследований в тренировках во время жары, там, про соблюдение питьевого режима, что-то надо делать и прочее, какие-то более детальные рекомендации. Но о том, что нужно еще дополнительно тренироваться в таких жарких условиях, звучит так себе. Ну, и с вами Мария же видели, кстати, да, когда мы в ДОХе были, там тоже у одного из докладчиков были фотографии, там, и Боргимович там, и Боргимович что-то там в сауне крутил, по-моему, вел эргометр, да. Но опять же, если бы, если это изучалось на таком уровне, если бы это действительно имело бы под собой какую-то достоверную эффективность, я думаю, что мы бы использовали эту статью сегодня, может быть, как пример какой-то, а так как этого нет, то и нет или нет. Класс. Я бы сказал, что как раз я не могу комментировать конкретно этот метод, но, по крайней мере, вот, что мне очень понравилось, чему учили меня, это когда ты читаешь графу обсуждения или графу введения, и когда нету похожих исследований или это какой-то прорыв, это должно быть максимально осторожная, максимально критичная оценка того, что происходит, потому что, на самом деле, ну, мы же все понимаем, что с точки зрения, ну, как говорится, критикуешь – предлагай, критиковать всегда легко, но, как бы, без критики статьи и методов, которые были в ней описаны, будет довольно сложно это оценить. Поэтому, если говорить про сугубо анализ статьи, я бы читал обсуждения и читал бы вот введения, как бы, какое обоснование в этом. Ну, я могу сказать, что, если Сергей разрешит мне немножечко приоткрыть занавес, и, да, мы вместе находились на конференции и слышали, обсуждали потом очень плотно эту информацию, и мы пережили все стадии от принятия, точнее, от полнейшего непринятия информации. Критика у нас была на протяжении дня, она источалась из нас. Потом мы неоднократно возвращались к этой информации, скажу даже больше, начали, пытались найти и нашли статьи по данной проблематике. Сергей очень плотно изучал этот вопрос. И могу сказать, что от полного непринятия мы пришли к тому, что, да, и однозначно подобные методы требуют доказательства дальнейшего, но как минимум поразмыслить на этот счет и подумать вполне вероятно. То есть, на мой взгляд, многие статьи, они, в принципе, призваны к тому, чтобы в голове появился новый мыслительный процесс. Они призывают тебя немножечко больше развиваться, найти что-то новое, подумать, и, возможно, у тебя потом раздится контур-аргумент какой-то, но он родился, потому что ты прочитал эту статью. И это тоже немаловажный фактор. Да, коллеги, я извиняюсь, я буквально на несколько секунд оставлю свой комментарий. Мой вопрос был связан конкретно с тем, потому что я хочу, чтобы, наверное, больше наши слушатели отчасти критично относились к любого вида научным статьям. Даже некоторые, в принципе, не обращают внимания на какие-то научные статьи. Кто-то читает и слепо верит, сразу доверяет, начинает применять. И это тоже, наверное, не всегда рациональное такое решение. Но, тем не менее, я вот хотел немножко такой вот вопрос задать, чтобы наши слушатели всегда задавались, скажем так, определенным вопросом, а надо ли мне это применять сейчас, и отчасти подвергали вообще все сомнению, потому что, в принципе, я согласен абсолютно с большим количеством ваших сегодняшних эпитетов относительно того, что, в принципе, может быть все, и нельзя ничего, скажем так, исключать. Спасибо большое. Спасибо, Сергей, за вопрос. Абсолютно согласен. Спасибо за вопрос. Все нужно перепроверять неоднократно. Если можно, комментарий ставлю. И по поводу этого вопроса мы говорили с вами про мнение экспертов. Тут есть, кстати, обратная сторона медали. То, что мы обсуждали спор с высоких достижений, и на самом-то деле многие реабилитационные протоколы, у меня наибольший пул под моих пациенток, это послеоперационные пациенты. И, например, есть всякие интересные штуки, типа шва грудной мышцы с каким-нибудь сухожильным графтом. Как много исследований по реабилитации мы можем найти по этой теме? Ну, как бы немного. Совсем почти нет. И поэтому да. В узких областях это имеет большое значение. Да, ну это в очередной раз подтвердает, что надо в первую очередь руководствоваться здравым смыслом и учитывать предлагаемые обстоятельства и контекст статьи, которые ты используешь. Можно я секунду добавлю? Просто я вот после этого вопроса, конкретно про этот хип-тренинг, я сидел и думал, рассказать мне эту историю или нет. А тут как раз мой друг и коллега, который, собственно, мне эту историю повел, сейчас мне написал, поэтому я все-таки расскажу. Я не буду его называть. Мария, вы точно его знаете. Он профессиональный футболист в прошлом. И, может быть, я что-то там перековеркаю, но он меня простит, я думаю. Но, как я помню, вот, собственно, они играли матч квалификации, то ли Кубок УФА, что-то такое. Как раз-то проходит в июле-августе, начальные этапы квалификации. И соперником это была какая-то команда, условно, из местности, с жарким климатом достаточно. И вот они приехали играть в гостевую игру. Соответственно, там, ну, день до матча. День матча. И главный тренер запретил им включать кондиционеры в отеле, чтобы они были адаптированы к условиям жаркого климата. Он говорит, что мы практически не спали, мы были все мокрые. Ну, то есть это было ужасно. Но, как бы, они выиграли. И кто потом может их главному тренеру, дефис-эксперту сказать, что это неправильно? Конечно, будет говорить, что надо делать так, потому как в следующий рамп они прошли, и вот, и все. Это отличный пример. Что является критерием успешности команды? Мы недавно с Сергеем обсуждали. Только результат. Если даже абсолютная глупость была использована в качестве средства подготовки, но команда выиграла, это работает. Да, именно так. Это наши реалии. Да, абсолютно точно. Вот, коллеги, здесь еще у нас в чате вопрос о том, где в России можно пройти курсы по реабилитации, не имея медицинского диплома. Ну, я думаю, можно просто сказать физиосапиенс. Я думаю, Павел согласится, и там можно прекрасно начать. Да. На самом деле, я бы не стал сейчас как-то это задействовать финансовый интерес третьих лиц, когда задают такого вопроса. Ну, не рекланируют. Поэтому важно понимать просто, что у нас вопрос скорее официального образования и реабилитации сложный. Я бы это сказал. Это, к сожалению, не тема нашей дискуссии. Абсолютно. Абсолютно согласна, потому что подобный вопрос очень часто возникает, и это еще связано с законодательством у нас в стране. Немножко сложно. Да. Да, есть вопросики. Коллеги, еще вопросы какие-то, может быть, кто-то хочет голосом задать. Вот тут, вот, смотрите, вопрос. Вы часто обращаетесь к ПАПМЕТ и другим источникам в процессе работы с конкретным пациентом, спортсменом или же чтение новых актуальных статей происходит систематично? Так, окей. Если можно, я бы ответил. Мы можем по очереди просто ответить. Я бы сказал так, что всегда это зависит, в тех случаях, которые ты не знаешь, всегда да. Ну, то есть, это нормально, чего-то не знать. Если вы читали записки юного врача Булгакова, то это, собственно говоря, то, как происходит карьера любого специалиста в здравоохранении. Это прям 100% в моей практике первые года три, наверное. и второе, я бы сказал, что лично для меня это систематичная штука. Вот у меня есть мотивация, типа, телеграм-канал. То есть, я считаю, что... Какие подходы к этому есть? Подходы есть такие, что ты подписываешься на какие-то журналы, которые тебя интересуют, и их смотришь. Есть для тебя какие-то лидеры мнений, за которыми ты смотришь, смотришь, что они публикуют. Или есть область, которая вас интересует. То есть, ну, например, я стараюсь сочетать все три. То есть, есть те, кто мне нравится, те, в чьей области исследования заинтересован. Есть какая-то там моя тема, которая меня интересует, и есть актуальные вопросы, которые я стараюсь решить в своей работе. Коллеги, как у вас? Не, ну, да, здесь я согласен. Условно говоря, да, какой-то баланс, что твоя сфера там интересов, просто что-то ты оттуда берешь. Потом понятно, что когда это просто какой-то, ну, там банальная очередная травма, прям, ну, максимально типичная, вряд ли ты будешь снова там изучать те же самые источники, которые уже изучены. Ну, плюс-минус, все равно какие-то ответвления периодически бывают, что-то там давно не встречалось, ты подзабыл, решил освежить, посмотрел. Плюс, опять же, там, вот такие вещи, как наш прошлый стрим, канал, еще что-то, когда ты самого себя, ты самого себя таким образом мотивируешь. Когда, ну, такой баланс есть, это кайф, тогда круто. Вот, и также еще бы я хотел сказать сюда же, наверное, что важно, по моему мнению, ну, то есть, комьюнити, условно говоря, составлять там какую-то свою среду. То есть, когда ты, например, один в своем медштабе, там, ну, я отталкиваюсь от себя, там, от работы в клубе, да, там, условно, как ты пытаешься читать исследования, то там, ну, будешь ты читать там, допустим, даже ты там суперкрутое одно в день будешь читать, на самом деле, ну, вряд ли там будешь там одно, там, ну, скажем, в среднем в неделю. Но если вас четверо, и каждый будет хотя бы одно в неделю читать, уже у вас там четыре в неделю. То есть, плюс вы что-то там обсудили, каждый свой критический анализ там этого высказался, и у всех что-то отложилось в голове. То есть, так двигаться проще. Я абсолютно поддерживаю Павла. Это то, что как раз я хотела по данной теме сказать. Создание комьюнити и каких-то, и людей, которые, людей, которые подвержены или заряжены одной идеей, и начинают вместе обсуждать тот или иной вопрос с разных точек зрения. На мой взгляд, вот это является хорошей мотивацией для изучения какого-либо аспекта. А вот то, что Павел сказал про Бугакова сначала, да, записки юного доктора, это здорово, но я могу сказать точно, что первые несколько лет моей практики абсолютно ежедневно мой день начинался с того, что я листала многотомники по спортивной медицине, которые лежали у меня на столе для того, чтобы перепроверить себя или понять вообще хоть что-то, хоть то, что нужно сделать в данный момент, и это совершенно нормально, на мой взгляд. То есть особенно для специалистов, которые только начинают свой путь, потому что хоть какие-то опорные точки нужно порой находить. Что такое, Павел? Павел какой? Нет, Павел не Александрович. Видимо, все в порядке. Да, видимо, все хорошо. Видимо, все хорошо. Был еще вопрос, про где можно найти актуальные клинические рекомендации. По спортивной медицине, по реабилитации, но нужно искать на английском языке. Мне кажется, тактичный ответ. Да, согласен абсолютно. потому что у нас проблемки есть с этим небольшие, но они, мне кажется, решатся. Когда у нас есть... Найс, как я вам сказал. Да, но я вот еще хотела бы сказать, мы поговорили о том, где искать информацию, какой большой объем информации, как искать полезные источники, которые ты можешь применить, в том числе и на практике. Но могу сказать, что зачастую происходит отравление этой самой информации. Из-за чрезмерного объема, который мы пытаемся поглотить из разных источников ежедневно, уверена, что у многих начинается день с прослушивания стримов или прочтения публикаций. Мне кажется, что не нужно уж совсем склонять маятник в эту сторону. Все-таки практические наблюдения и здравый смысл должны вставать в вершину пирамиды. Ну да, в любом случае, конечно, никакой захторенности не должно быть. Концентрация излишняя на чем-то одном вряд ли когда-то является залогом успеха. Поэтому, конечно, согласен. Абсолютно. Извини, Павел. Не-не-не, ничего, я все, я хотел спросить, если есть у кого-то еще какие-то вопросы. Я просто от себя хочу сказать, что как руководитель программного комитета, по-моему, так это называется, ну, в общем, мы стараемся как раз-таки вот это комитет создать людей, которые хотят получить новую информацию, а главное делиться между собой этой информацией. программного комитета я имею в виду проекта «Игра без травм». И могу сказать, что мы всех ждем в первую очередь для взаимодействия какого-то. Мы абсолютно открыты от себя. Хочу сказать, что для меня очень важным является наличие огромного количества талантливых специалистов, которые с нами ежедневно взаимодействуют в разных аспектах. И надеюсь, что в будущем этих взаимодействий, этих параллельных и пересекающихся линий будет все больше. И поэтому мы всегда открыты к общению. Если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, все спикеры стримов абсолютно доступны. И если вы пришлете на на сайте Игра без трамб вы напишите какой-то свой ответ, желание, вопрос, мы обязательно все это будем обсуждать. Мне кажется, сегодняшний стрим был достаточно информативен, по крайней мере, мне было очень интересно. Я хочу поблагодарить спикеров Павлов. Жаль, что мы не были очно в аудитории где-то. Не могу загадать желания. Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше очных встреч, не только в онлайн формате. Спасибо вам огромное. Большое спасибо. Спасибо за приглашение. Да, спасибо за приглашение. Постарались сделать это недушно, мне кажется, получилось. Спасибо большое, коллеги, за такие интересные доклады. Спасибо слушателям за вопросы. Все было, по-моему, великолепно. Я желаю всем прекрасного вечера. за прочтением некоторых абстрактов. Полнотекстовых статей, да, да, да. Это было с подковыркой пожелания. Не поймал иронию, да, да, да. Все, коллеги, спасибо большое. Спасибо. Счастливо. 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 Продолжение следует...